У нас по журнале регистрации 203 зарегистрировано, 200 в работе, из них через МФЦ, то есть тот, кто в Заречном зарегистрировал, всего лишь 17, то есть более 200 многородных участников. 19 октября несколько сотен предпринимателей примут участие в Зареченской ярмарке. Вопросы по ее организации проведения участники Оргкомитета обсудили в ходе выездного совещания. Планируется, что свою продукцию представят продавцы из 18 районов Пензенской области. Товары в наш город привезут и те, кто участвовал в торговле в прошлом сезоне, и новые предприниматели, представители крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. На ярмарке будут представлены различные группы товаров. У нас всегда сотрудники санэпидемиологической службы присутствуют при проведении ярмарок. Также они проверяют документы у участников ярмарки. Особенно это касается мясной продукции, рыбы, мяса, ну и другой сельскохозяйственной продукции. Ярмарка откроется в 8 утра. Как и в прошлом году, торговые ряды будут располагаться на улице Озерской от пересечения с проспектом 30-летия Победы до улицы Заречной. Добраться до ярмарки зареченцы смогут как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте. Специальных рейсов организовано не будет. Горожане смогут воспользоваться автобусами, которые осуществляют регулярные перевозки. Первый маршрут со 132-го квартала, с 7 утра, который начинает движение. Четверка идет от 11-го КП через 5-е, также идет в сторону 18-го микрорайона, также раз в час. Ну и 103-й автобус, который возвращается из Пензы через строителей Заречной, тоже так же направляет в сторону 18-го микрорайона. Вот эти три маршрута обеспечат горожан доставкой до ярмарки. В этом году график работы ярмарки не изменится. Первые пройдут три субботы подряд – 19-го, 26-го октября и 2-го ноября. Далее – один раз в две недели. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».